здравствуйте меня зовут никульникова татьяна я учитель математики победитель конкурса учителя года москвы 2020 сегодня я хотела бы поговорить на тему реальная математика в виртуальной жизни действительно очень много информации у нас мы встречаемся с вами в интернете сталкиваемся с различным быстрым заработком онлайн ну это например бинарные опционы или торговля на форекс интернет-казино да с каким-то там приветственными бонусами все предложения выглядят вполне честными со всеми комиссиями можно ознакомиться они обычно небольшие а правда ли что всегда выигрывает казино когда все так честно давайте с вами разберемся перед вами одна из самых известных визуальных иллюзий для людей как представителей биологического вида является жизненно важным хорошо распознавать лица соплеменников всего этого наш мозг часто видит изображение человеческого лица там где его нет и он не может увидеть лицо вогнутым только выпуклым вот посмотрите пожалуйста как вращается маска да и вы видите что мы только видим выпуклый вариант на экране вы видите вращающуюся маску она вращается равномерно по часовой стрелке но когда вы видите вращение оборотной стороны маски вам кажется что маска вращается в противоположном направлении прелесть этой иллюзии в том что даже когда вы знаете что это иллюзия 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 не исчезает ваш мозг будет продолжать вас обманывать что бы вы не делали отвлечемся немножко отмазки они вы на экране видите список пяти элементов имена и начало последовательности теперь у нас классическое задание для начальной школы продолжите ряд нам надо с вами определить три следующие имени в ряду чтобы продолжить ряд нужно найти определенную закономерность по которой этот ряд формируется давайте попробуем вместе у нас имена александр анастасия егор нужно продолжить ряд дальше можно допустим заметить что данные имена записаны по алфавиту и по алфавиту продолжить этот ряд тогда дальше будет и юлия юрий и осталось у нас еще пустая клетка ну пусть это будет допустим опять александр а может быть александр анастасия егор никто же не сказал что все элементы должны быть использованы а может быть егор анастасия александр так тоже красиво мы можем найти много разных закономерностей вместо с тем а в реальности последовательность имен выдала компьютерная программа с помощью генератора случайных чисел на массиве строк а вот как выглядит продолжение этого ряда если вы будете долго смотреть на этот список можете увидеть закономерность собственно придумать да этот алгоритм построения но закономерности нет это просто случайная выборка как вы видите наш мозг способен распознавать закономерности там где их нет кстати это поведение свойственно не только людям похожие эксперименты над группой голубей в двадцатом веке проводил американский психолог берер скина во время эксперимента голодного голубя помещали в клетку и давали еду через одинаковые промежутки времени ну через 15 минут то есть так называемые подкрепления не было связано с поведением голубя однако через некоторое время голубь начинал неоднократно выполнять случайно выбранные действия которые он по чистой случайности совершал перед появлением корма кто-то из голубей махал крылом другой ходил по кругу еще один тыкал клювом то есть захотев получить еще корма голуби стали повторять предшествующие подкреплению поведения в эксперименте участвовал восемь голубей и каждый из них определенные поведенческие акты производил ожидал что появится корм в реальности же этого не происходило еда так автоматически через каждые там 15 секунд она появлялась когда экспериментаторы перестали подавать подкрепление голуби продолжали вести себя так и прежде ждали корма эти голуби демонстрировали соеверное поведение предшествующее подкреплению и само подкрепление которое в реальности появлялась независимо от их действий какие выводы можно сделать то что кажется правильным на уровне интуиции может быть неверным математика позволяет анализировать ситуацию исключая человеческую природу можно построить модель вращения маски точно понимать она в настоящий момент вогнута или выпукла можно провести допустим статистический анализ и точно определить является ли связанным действие и результат или это чистая случайность менее очевидный вывод состоит в том что все сказанное не является тайной и в интернете много людей которые пытаются использовать несовершенство человеческого восприятия в своих целей и это тот самый случай когда предупрежден значит вооружен не стоит верить чему-то просто потому что это кажется правильным математика представляет надежные способы отделить истинные утверждения от ложного как сказал ломоносов математику изучать и надобно поскольку она ум в порядок приводит рассмотрим еще один пример классическая рулетка в казино состоит из 37 секторов это 18 красных 18 черных до 18 получается у нас нечетных и четных да и сектор зеро вы можете поставить на красное и в случае выигрыша удвоите ставку в случае проигрыша потеряете вероятность посчитать легко вероятность выигрыш почти 50 процент если вы поставите на конкретное число и угадаете то вы играете сумму в 35 раз превышающую ставку как вы думаете а почему казино всегда остается выигрыш и да это конечно же сектор зеро именно его наличие обеспечивает небольшой перевес вероятности выигрыша в сторону казино это называется игра с отрицательным математическим ожиданием в реальности казино перевес математического ожидания в сторону заведения составляет всего лишь 2,7 процента и это смешная прибыль но повторяющиеся миллионы раз позволяет строить небоскребы чтобы лучше себе представить приведем вот такой пример вы делаете ставку 100 рублей и казино против вас делает ставку 100 рублей в среднем вам возвращается 97 рублей и 30 копеек а казино 102 рубля и 70 копеек и так в интернете постоянно можно увидеть рекламу предлагающий возможность быстрого заработка это бинарные опционы форекс дилеры онлайн казино ну и многое многое другое если отбросить откровенных мошенников и рассмотреть оставшиеся предложения с точки зрения теории вероятности вы всегда увидите что вам предлагают игру с отрицательным математическим ожиданием и чем чаще вы будете делать ставки в такой игре независимо от системы ставок которую вы используете тем быстрее вы потеряете свои деньги обычную функцию сектора зеро в таких схемах может выполнять небольшая комиссия которую организатор берет с каждой транзакции например все выглядит вполне честно только с точки зрения математики схема пусть и честная но не выгодная для игрока и так сегодня мы с вами поговорили о применении математики в реальной жизни атака интернета онлайн казино думаем рассуждаем и конечно же анализируем математика позволяет нам просчитать и не полагаться на только нашу интуицию ведь интуиция может нас подвести спасибо за внимание с вами была никульникова татьяна до встречи